Виктор Виктор Тематика сегодняшнего дня семинара такая, что не существует я на рынке за 100% А тематика прошлого системы была классическая операционная система Это зарядовался и за 100% То есть, сколько, ну, практически сколько, мы знаем компьютера, да Можно сказать, сколько совершит эта операционная система Потому что мы появились практически как-то Больше семинара достигла уровня, чтобы несколько предложений могли работать на большинстве машин Что такое операционная система? Но соцсистема, мне не дошли, что это прословия между пользователем, приложениями и обеспечением Какое? Фактически, операционная система предоставляет программу, которая самодействует С которыми зарегистрировал пользователь, ресурсы железа То есть, выделение памяти обращения физическому устройству и так далее При этом, что собой представляет программу? Программа представляет собой машинный код Который выполняется на машине Фактически, это машинный код То есть, операционная система дает точку кода программе Предоставляет ресурсы, но как выполняется программа Программа под контролем к код Это уже зависит от того, как операционная система То есть, что восстановляется на машине, а просто на система Фактически, не контролирует Почему программа восстановляется в машинный код? Изначально, когда на компьютере берега шли, программы подписались вот так То есть, проделывали все дорожки То есть, программы и на сегодняшний день представляют собой Исполнение программы представляет собой инструкция Которая выполняется на определенной архитектуре При этом, если скажем, что это пропага Программа встать в каком-то выводе Которого института Естественно, программа выполняется не будет И в этом заключается основа проблема То есть, если приложение написано Под определенную операционную систему Или под определенную инструкцию Чтобы записать на другую операционную систему Либо эмулятор этой операционной системы Ну, его неопределенно перекопилировать В этом заключается большая проблема Потом, с развитием средств компиляции Языки программирования осложнялись Открывок актеры шли к языкам более высокого уровня Но, в результате, все равно мы получаем машину Потом получалась революция Революция озанавливалась по переговору По структурам программирования А это реагирование Что такое реагирование программирования? Ну, всем иногда сколько здесь программирование Прекрасно, да Кто может занять руку? Кто программист? Отлично Да Значит, почему ориентированное программирование Ближе к программисту, чем структурное? Ну, для цитата, где нужно создавать доступ Прекрасно 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 Ну, термины предмет на области Можно переложить на объект И представить их взаимодействие Да Отлично То есть, когда Прекрасно Ну, когда программист использует Я сказал про предмет на области Думает, наверняка он думает В машинке Все-таки люди думают над объектами Объекты описывают какие-то сущности и реальности, и в этом объекты качают недалеко. Но после того, как мы написали программу, которая представляет собой, ну, скажем, завоходность объектов, необходимо ее как-то представить машине, что машина рекомендует программу. Для этого совершенствуют компиляторы объекты из-за программирования. Он, например, в программу приведет это так. Если раньше, ну, скажем, была функция btf, то в соревнованиях из-за программирования у нас есть какой-нибудь эффективный консоли, который, например, будет в консоль, информация так далее, при опознании, типа, все будет объектно. Но на выходе мы все равно получаем машинный код. То есть, как бы мы программу не писали, какие бы мы сложные объектные модели не реализовывали, все равно программа дает машинный код, и все равно мы дадим модель, которую мы реализовали, она будет на стороне машинный код. А тогда кто машинный код, то опять будет проблема с кросс-платуром. То есть, выложение компьютерное. Выброс в систему, и в систему. Потому что уровень машинного кода, уровень констракции машинного кода, это все-таки слишком низкий уровень для того, чтобы представлять какие-то более сложные модели. Для того, чтобы не было проблем с их кросс-платуром. Что делать? Напишу проблему. Значит, есть приложение на гектно-корректированную систему компания, в котором мы инвестируем и пытаемся выполнить ее на эту машину. Потом мы хотим это приложение запустить на другую. То есть, мы хотим реализировать проблему в русском области. Кто знает, как видите, что сейчас есть для решения этой машины? Интуальная машина. Еще раз. Так, что вы делаете? Не писать по первому. Да. То есть, решение два, на самом деле. Первое – это репортальная машина. Второе решение – это инвестируем. Инвестируем. Винвестируем. 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 Тогда… Третье же есть еще. Третье же есть еще. Третье. Аккумулятор. Хардьер. Кури. А чем она отличается? А где можно? А тем, что вы распускаете под ним полную операционку, на которую вы считали приложение? Я. Я пока. Я просто подожду. Вот прекрасный проект. Я хотел бы вас сказать. Так, что решение первое – как сказали, композитор неизвестливое обыдение, но что? Для чего нам может быть плохо? Ну, во-первых, тем, что если он не изменяется, чтобы кто-то копался в недостаточно нашей программы, то естественно, нам его можно позправить. Следующая проблема – время сборки из полного плода. Что занимать какое-то время? То есть, если мы хотим выпускать программу, а мы взяли на другую реакцию, то мы заберем, что будет, если мы будем, мы будем очень красиво. Хотелось бы получить какую-то специальную программу, которая исполняется на нашей территории и будет перед этим. Это самое главное. Посмотрите, главное, к проблемам здесь не вот есть две, а главное, что он реально не собирается. За что происходит? Кому-то уже кто-то долгий чек не собирался. На самом деле, для ассоциальных исходников почти существует. Мы говорим про идеальный вариант. Мы говорим про вычислительный флот, который ни с чем не взаимодействует. Которому не нужно железо, не нужны системные вызовы. В каждом компиляторе существует свои хаки и часто даже флот написаны одинаково. Просто на каком-то компиляторе не собирается. не собирается шипом или исполняется шипом. К примеру, в ММС остальные находятся в бизнесе комплекта. Так, решение два. Второе решение – это распространение местных судов ввода какого-либо промежуточного ввода. У этого решения существует три подрешения. Ну, я описываю. Первое. Описание входа на шарк на машину. Какой-то пример. Я тут переструю пару видов еще. На кроссовке он… Да, я опять делал там еще. Программа. Ну, когда эта программа, она представлена в виде машинной конструкции, то есть фактически то же самое, что вы увидите в самом начале, когда я показывал. Программа в машинах когда. Но уже вход в какую-то вартуальную машину. То есть под вартуальную машину. Вартуальную. Вартуальную машину. Да. Срешует реализация. Ну, он интернете «Тангриевич под минус». Назовается «Монат». Ну, там даже что-то я работаю. Но… Причем это вам что-то. Да. Все равно это не то. Потому что если мы пишем программу, на объектах, да, то на русских рекомендаторах получать конструкцию машинного обхода, это не совсем красиво. Мы двигаемся дальше, и тема у нас именно на работе. Мы чувствуем это стоило просто на системах, поэтому можно что-то делать. Соответственно, не то диалог. Потому что диалог практически то же самое. А вот, извините, может ли я вот вместе сам достой? На самом деле, разница между доходов с этим байт-кодом и нас, соответственно, отличается не байт-код. Ну, байт-код у дот-код плохой, потому что он сильно unsafe, так сказать, в отдельный вопрос. Но даже если на это наплевать и считать, что они очень похожи, вкусно. Здесь подножко у дот-код такого unsafe нормального, да? Принципиальная разница между дот-кодом и Явой звучит в том, что у Явой есть еще окружение, которое гарантирует переносимость на уровне библиотек и интерфейсов в своей семье. Так что, мне кажется, это очень впечатляет. Да. Фактически, добавление библиотек, с которыми работает главная программа, это в той библиотеке реализует взаимодействие между уже реальным железом и программой. То есть, библиотеки фактически которые представляют собой ритуально пужерационную машину. Ну, значит, что я хочу предложить, это третья тема, про которую я буду рассказывать немножко. Это распространение вместо подобного отдела объектно-ориентированного этой программы. Что это такое? Я предлагаю каждую программу представлять собой, как объект, у которого существуют методы и поля. Методы и поля являются тоже объектными. Объект фактически в программе имеет это все, в том числе она сама. Если программа взаимодействует с реальным железом, то, как вы сказали, для этого существует специальное библиотеке, в которых каждый метод является полем объекта типа реальная железяка. Ну, например, если у нас есть какая-то реальная железяка, там, консоль плодоброда, то это не реальная штука, конечно. То у нас, соответственно, будет такой же объект. У него будут методы вывести консоль и идти сюда с консолью. Поэтому консоль, где там у нас объект, вот некоторые, видно ориентированной какой-то машины, как можно она реализовываться на конкретном железе, и это особенности реализации этой машины. Например, мы хотим исполнить на какой-то эпидуальной машине, вот, про которую вы уже рассказывали, и на какой-то эпидуальной машине. Этот вход копируется, как уже было сказано, не в автографии, а в объектной модели, где каждая элемент входа связан друг с другом, и таким образом у нас заключается описание программы. Как это описание программной модели исполнять? Вопрос уже реализации объекта ориентированной системы. То есть, из этого описания можно получить вот такое описание. Описание идея большого. Обратное дело. Потому что формальное описание программы в объектной модели существует некоторая отличность. Например, чем цикл for отличается от цикла с первого слоя. То есть, начинаешь в том, что начинка начинка. То есть, если мы начинка начинка. на самом деле никакого. Нам надо что видеть. Во-первых, объект типа операции. Объект типа операции. Объект типа перемены. Объект типа 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 опыта. Объект типа это, на самом деле, довольно важный объект, потому что у него существует метод Вместо того, что он много рассказывал, я решил показать, что это не я. Вот, допустим, у нас есть программа. Программа у нас класс. Я, ну, вот этот язык я разработал сам. На самом деле, он обычно похож на США. И в классе у нас существует метод ГМ. Этот метод что делает? Ну, у нас есть метод переменной, которая описана в методах класса. Мы описываем какое-то значение, потом запускаем цикл. И пока переменная G не достигнет 10, мы вызываем член этого класса. Видите, она играет? Мы вызываем член этого класса. И потом вызываем еще раз член этого класса. Вот. Я просто не знаю, достаточно ли я понятной организации. Я хочу спросить послушателей, как вы думаете, что в данном примере, в данном основном ходе, да? Какие вообще объекты здесь можно вычислить? Какие объекты можно здесь получить? А зачем там переменная i? Она используется в члене мотора. Всякие операторы меньше. Да, значительно. Ну, не явный G? Ну, например. Например, оператор меньше. Так. Давай сначала. i. Примерно. Это у нас объект. Объект какого-то типа. У этой переменной есть ссылка на ее тип. И этот тип это тоже объект. Фактически, переменная i в описании класса поражена объектом типа . Интежа. Далее. 10. Это объект. Типа? Типа константа, типа . Можно... Это присвоение указателя или оператор равного типа переменной? Да. Сейчас скажу. Значит, десятка. Десятка — это у нас переменная с полем константом типа . . Теперь равно. Равно — это оператор. У нас в программе все в них, поэтому равно — это оператор. Типа . Что он делает? У оператора есть два боя. L-вария и right-вария. Он при исполнении своем вызывает у метода assign . Исполнение с параметром . Метод assign у переменной типа . . У этого объекта существует поле, которое инкапсурирует реальное значение, которое хранит это переменная. . И объект экзампляр класса типа . . При вызове метода . 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 Не возле, чтобы четыре поля. Какие? Раз, два, три, четыре. Да, раз, два, три, четыре. При этом некоторые из них могут быть пустыни. Отпустаться. Ну, зависит от реализации. Я сделал, чтобы вы находитесь всегда. Ну и начнем терять пусто. Что такое мембер? Ну, здесь понятно, да? Описано некоторые перемены. Это тип перемены. Изначально коллекция типов нашего класса предложения накачивается системными типами. После чего эти типы можно преопределять и создавать свои новые. Также можно создавать свои новые с нуля и добавлять существующие элементы, существующие типы в качестве полей. И ты можешь это реализовать? Да. Наследоваться. Наследоваться? Да. Так. Ну, вызываем потом какой-то метод. Метод — это экземпляр типа метод приложения, в котором хранится в нашем приложении. Ну, после заражения циклофора мы берем опять же этот метод. Код, на самом деле, не очень полезен, да. Но в нем есть смысл. Потому что я сейчас переставлю, когда он будет поведен. Можно опять же вопрос с вами? То, что вы сейчас описали, очень-очень-очень-очень сильно похоже на типичное интернегейское составление кодов компилятора, которые находятся между фазой синдекс анализа и фазой подгенерации. Это именно оно или есть сейчас? Да. Именно оно. Но после этого дальше мы вайт-фоб не… Не педерием, а смысл для его… А, я поняла. Да. Мы на виде закладем записи в каком функционе. Непросто. Так, просто, понятно. Значит, а, еще. Вот это все где-то у нас тоже объект. Объект типа блока кратер, у которого существует коллекция операторов. Первый из них валюта кратера, второй из них – форт кратера, и третий – это бедный форт. Во-первых, управление операцией валюты кратера. Передина ИФ, ну, как я был… Типа ИФ, как я говорил, была ответственна в этом начале, и из-за этого класса уже сумма. Поэтому, во время операций передается два поля. Первая – ИФ, и вторая – ИФ. Каждая ИФ, это экземпляра 20 и по 3. Ну, и когда мы даже называем франк, не понимаете, то… Управление передается ГРАЗБРОДФОР. ГРАЗБРОДФОР. Прошу прощения, а то есть дальше вы это напрямую дократируете? Да. А там чип всякий… Нет, сознательно? Сознательно. Вы скажете, почему? Да. Идея такая, чтобы уйти в лоп-машину выхода со всеми. А, если представка, то в чем писать? А вот этот метод, какой специально реагирует с ним? Про реагирует с ним. Да. Ну, скажем так. Архитектура, смешную вещь, компьютеров просто не позволяет ничего другого этого. Уполнится, чтобы у нас кто-то равно не понимал вот эту вот кашу, и запеку, и ее интересную пирогу. Кстати, какую же лекцию можно создать? То есть, если у нас имеется набор примитива… Каждого не ездил. Каждого лет двадцать назад. Ну, это, мне кажется, по поводу развития, вот почему. Все-таки меню сайт-процессор и программу памяти создает лучше, чем для каждой программы. Но, тем не менее, ближе существует. Так. Далее программу. Семантических ограничений на то, чтобы сделать после этого джек и милис. Нет. Конечно. Далее программу передается аккуратным форм, у которого, как было сказано, имеется четыре поля. Первая поля – это предвоительная подготовка, которая представляет собой целая инициализация. В деле инициализации может быть много адекватеров, но в нашем примере сегодня… То есть, мы перенаджаем крюсенцию очень далёк. Поэтому в блоке операторов инициализации цифра форм у нас имеется только один адекватный кратер, такой же перенаджет без сроки сочиняем. Можешь написать форт, круглая субочка, фигурная субочка, блок? Можно, да. Мне кажется, надо двигаться. Далее. Условия. То есть, обрана флоп, проект, условия. Вот здесь, слушайте. Там же не иполитик. Там меньше. А, меньше, да. Здесь мы проверяем значение j, да, здесь меньше стиль. Вот. Здесь уже в кондишене должен быть только один элемент. Точнее, он тоже может быть блок-оператором. Но он должен возвращать значение. Если у нас на роли операторов… А как это реализовано на уровне символических? То есть, это реализовано как проверка возврата включения или это реализовано как проверка принадлежности типа каких-то термологических дверей? У наследователь типа АТНТА есть… То есть, у нас совершенно… Вообще всё возвращает результат. Да, да. Даже просто, если мы натишим консалт, у нас рожает результат. Другое дело, что результат будет типовой. Так вот, здесь мы смотрим. Если у нас результат заследован каким-то образом типовой, значит, это не то, что нормально. А если строки уберут? Если строки уберут, тогда это тоже нормально. А у строки есть перегруженный метод BW. BW. И здесь уже зависит от реализации. Ну, в лучшем случае, если строка не пустая, то можно уберут. То есть, у вас в самом базовом типе есть метод? Да. Самый-самый базовый тип. Если мы выберем, а это будет. А это будет. А это будет. А это будет. И, кстати, в BW это будет. То есть, int в любой языке будет. Так. Потом программа управления передает тело оператора for. который записан в качестве терпромета в кругу слухов. А здесь у нас инструмент, который состоит из двух операторов, интеграторов присваивания, переменный джек, и значения. Значения прошиваются экспериментом. Т.е. мы переменный джек и параметры ничего. На самом деле, то, что здесь везде нарисовано, это не совсем правда. Почему? Потому что здесь переменная джек. Здесь переменная джек. На самом деле, это переменная одна. Т.е. вот эти все ссылки идут на одно переменное. И вот из этого цикла form потом происходит какой-то функция membro, в котором было описано где-то ранее в объекте, который является экземпляровой программой, и на которой существует ссылка из-за права GPP4. Здесь, как можно видеть, вот из этого джек. Потом происходит вызов какой-то функции члена. после этого for. Как вот вызов этой функции члена отсюда и отсюда на самом деле ссылается на такие награды и на схеме это тоже показано. Т.е. вот у нас программа. Сначала шлое значение, потом for, и потом описано на этот membro. Член, который на самом деле представляет совкрубнул то, что было сложным структуру, он здесь изображен в качестве. в комплексах. Вызов производится как отсюда. Вопрос такой. Как вы думаете, если у нас на переменах существуют ссылки из каждого, то есть только нужно обрадить оператора, и все операторы рассеиваются друг на друга, кому они принадлежат. Т.е. вот если, ну когда мы детализируем их, ладно, мы делим память, и храним ссылки. А как удалить? Ну, кто является владельцем скажем этих аппаратов? Т.е. мужчины? нет. Нет. Ну, это сделано так, что они все принадлежат экземпляровать этой программе. Они пронятся глобально. Да. Скажите, какая-нибудь поддержка имбьютабилити, признак константности на подверере? Ну, как я говорил, перемены обронить в себя более и более нет, это все понятно. Вычисляет ли экземплятор константное это выражение? Может ли он вычислять константные подделения? Нет. Т.е. простая ситуация, на самом деле, она вполне слишком осмысленная. Если вы, скажем, пишите, в ходе функции под константных параметров, чистое функции, то совершенно очевидно, что ее можно выполнять под заявлением экземпляции. Нет? Не планировали, думали, не планировали. Или вы считаете, что это не планировал? Ну, просто это, как я делаю, идеально. Вот. Против. Да. У индукторов очень много. Т.е. это все на мысль возможно и возможно для жизни. Мало того, я писал несколько гамбляров, и до сих пор я не буду здесь работать. Ну, то есть, это просто время мы будем терять. Но, сейчас я хотел бы ее показать. Для начала возьму объявление, а потом и вверх переложить. Так, почему вы делаете дружную работу не обязаны? шесть лица с вчерашнего дня передается управление в экзамене типа программ? Какую точку? Если у нас существует несколько лет, то какое точку будет управление? в США в США передается вид был семи приятным я передаю последний металл в США упражнение до в США его может под у нас есть класс, есть применение и есть метод, который предоставляет применение назначения и потом выводят полученное умножение и выводим тот, выводим тот, выводим тот, выводим тот выводим кодом со стволом Так, сейчас помешиваю. А, помешиваю. А, помешиваю. У нас сделали что-то же самое. А, ну, да, это они тоже не служат, нечего. Да, не было. Ну, нет, не будет сделать это, а с вами 15 минут, просто ты, как я тебе сказал, что пусть мы с ними с ними. Наверное, это не прошло. А, помешиваю. А, помешиваю. А, помешиваю. А, помешиваю. Так, сколько реально теряем по эффективности на то, что исполняется, на фирму исполняется? А, помешиваю. А, я проверял свои типоны, сравниваю. Вы спросите, вот, значит, примерно, в 5 минутах. Ну, институт, и 4 минуты. Весело? Да. Кстати, так вот. Весело, что здесь что-то много не делалось. То есть, сейчас, у нас началось, как вы думаете, по-моему, не делалось. А, сутки, а почему у тебя джип-то, ну, так-то, не такой, прям, не кешево, собственно, нет, вроде как бы, нет. Сум того, что это внутренний потрохай исполняющего компонента, мало того, она имеет то же самое LVM, например, да, который имеет входной интермедией и вход машинно-независимый. Сделать жив до сегодня вот такой вот, переносимый. Кажется, очень банально. Ну, это вопрос уже о реализации именно от самой системы, которая... Ну, опять же, мы фототеорически против или просто времени имеем? Просто времени имеем. Я не против, но не делалось это так. Специально, и как бы... Нет, ну, сейчас рано, понятно. Викторон. Так. Так. У нас существуют взятики, как вы говорили, которые позволяют дергать функции железа, видеокарты, и так далее, и реализовывать графические отзывы. Эти функции можно дергать из приложения, которое написано в эту систему. Значит, здесь плюс такой. Примерно того, что приложения могут исполняться вот этой инфраструктуральной машиной, которая прописана в путь сектора. Эти приложения смогут также исполняться в путь реализации этой инфраструктуральной машины в путь сектора. То есть, одни и те же приложения будут работать на любой путь, для которой написано в этой инфраструктуральной машине. А можно вопрос? Да. А вот если у меня терминал черно-белый, а у вас цветной, как программа узнает о том, что такая вот есть некоторая различность в железе, если оно скрыто за одним и тем же интерфейсом? Где вы увидели черно-белый? Где вы увидели черно-белый? Там в соседнем зале есть. Ну, или, например, на телефоне. Ну, проект программы никак не знает. То есть, пользователей не узнает никак, если эту функцию не внедрить в стратег, который является собой связь между потенческим уровнем и уровнем каждого железа. Я просто говорю, что в итоге все равно ведем к тому, что в железе есть отличия, и эти отличия нужно протащить на самый верхний уровень. Знаете, практический опыт показывает, что написание достаточно серьезного приложения с серьезной нагрузкой, с серьезными функциями на яве, написанного подвиндателем полностью, то есть, она в подъеднике все просто запускается. Вообще просто запускается без пяти секунд вот отладки и манификации. Поэтому, это мало того, что достижение достигнет. Мало того, собственно, по большому счету, не имеет смысла даже, наверное, и париться с повторением этого, потому что явские библиотеки можно пустянуть. Да, я это говорил немного в чуть более низком контексте, в том, что даже разные драйвера сетевых карточек ведут, собственно, по-разному. Если говорить про один из библиотеки. То есть... Ну, а где-то все категории не... Естественно, естественно, естественно. Не вполне приходит. Вопрос. Вопросы, если говорить о том, что это как бы запустить байткод внутри приложения подвиндами, это не очень сложно. Основная проблема, когда мы говорим о переносе задачи в область операционных систем, мы говорим, что вот эта будет операционная система, да, среда, в которой мы живем, но сразу возникают задачи атомарности операции и задачи симпонизации. Они обдумывались, решались. Нет. То есть, сейчас управление передается методом, и пока он управление нам не отдастся, то все с кем он исчезнет? Ну, просто это там. Тредов нет. Да. Так. Ну, сейчас не буду показать. Просто я вообще спрашиваю, потому что я чуть-чуть дальше подлинулся, вот, в этом направлении, и практика показывает, что, например, когда это делается на базе реального ядра, то делать блокирующие операции ядро – это задача достаточно не банальная, и в целом приводит к тому, чтобы этот лейер по стойке между прикладным уровнем и ведром нужно строить таким образом, чтобы все взаимодействия с ведром были не блокирующими, в частности. То есть, ну, как бы на колбеках. Это означает, что даже банальные вещи требуют синхронизации на симпофорах и на спиртопорах. То есть, если банальные сентонизации делают с помощью пластов? Да нет, мы тут которые, мы сделаем как бы описано, все или что, и все, и все, и все, и все. Ну, надо сегодня с 50 лет. Сентонизация, и предложение меняется один вопрос. То есть, каждый мент исполняется один вопрос, но все должны быть задержаться. То есть, каждый раз цикл издает управление, обращается. А как Вы относитесь к такому понятию, как функциональная программина? Нет, это очень серьезный вопрос. Я к нему плохо отношусь, но гонорировать нельзя. Вы к нему плохо относитесь вообще и на современном бизнесе? Я? Да. Я к нему плохо отношусь, потому что оно плохо ложится на мозги человека. Это очень хорошая концепция с точки зрения самой семантики процессинга, но с точки зрения того, как в это втыкают люди, это просто... То есть, они не про жарят говорить об новой деятельности? Это тот вопрос. Да. Но, тем не менее, если говорить про саму задачу эффективного исполнения кода на компьютере на современном, и если говорить про то, что современные машины неизбежно будут многоядерными, то уже завтра будет многоядерными телефонами. Через год, через год, через год, через год, через год, через год. Вот. Просто скоро они будут все многоядерные машины. Потому что это будет естественный подход. И мне кажется, достаточно неизбежна реализация исполняющих модулей с пониманием того, где все маленькие можно вычленить независимые ветви и запуском параллельно исполнительных ветвей на разных трудах ядов. И, опять же, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что это неизбежно завязано на некоторой функциональной реализации, которые естественным образом очень легко параллелятся. Чисто функциональный код параллелится вообще бы легко. Да, он сам себе. Вот. Во предыду, да? Вы про это не думали? Думали или отложили, или считаете, что это... Ну, это не важно. Я почему спрашиваю про иммютабилити и признаки константности? Дело в том, что мне кажется, то, что Вы сейчас сделали... Я, на самом деле, делаю очень похожие вещи. Но мне кажется, что реализация вот таких признаков, как иммютабилити и константности, позволяет просто де-факто вычленять в дереве кода функциональные под ветви, и с ними таким образом можно разбираться. То есть, либо распараллеливать их, естественно, прозрачным образом, либо где эта возможность выкрутить константное выражение, либо где это... Кстати, вот в этом месте я лично считаю, что явский рантайм очень и очень ценен с точки зрения иначе не толкнуло настроен, потому что, скажем, там у них есть филические вещи. То, что Вы написали, например, гернявский рантайм, этот Ваш цикл уже на этапе джита, то есть не при компиляции, а при джите, развернет его в линейку, и там фора не будет. Там будет онролл, безусловно совершенно. Мало того, если он в этом месте увидит, что Ваша функция константная, вот существующий код делает, то он ее мало того, что он онроллит, он ее заинлайнит, где можно или прямо во время джита свернет, и есть вот пример, который показывает, как фишный код исполняется в секунду, например, да, я скинул исполняется в секунду, потому что весь сворачивает и не закрывает. И мне кажется, в текущей ситуации, если мы серьезно будем о том, чтобы выходить на тот разумный уровень и показывать вещи, которые имеют документную ценность, об этом не думать нельзя. Нет? Просто не зашли вернуть для этого еще. Ну и вообще, как бы, единственное ценное проявление... Но на объектности не снимок, товарищи, если не аккуратно. То есть сама идея вот образованной системы объекта. Причем объекта до самого мозга, то есть до большейших деталей, то есть до того, чтобы оградок присвоения, оградок суммирования тоже молодых. Можно поменьшать свою деталь? Почему у Вас принт висит непонятно на ком? Принт. Да. Почему это не мета? Да. Принт. Это так, про величайшие детали. Да. Принт, это шаг, который был на данный момент, изъемляв эту программу. Потому что на самом деле, если это сейчас достаточно по множеству трудов, то и чтобы собрать можно основное время, может быть, следующие конференции будут готовиться. Вот. Если говорить о том, что это операционная система, то как Вы себе представляете, то участие, которое традиционно делается у ООО драйвера, уровень самого ядра, это реализуется на этом же уровне или это реализуется внизу прозрачно, невидимо и доступно через какие-то объекты? Да, но с железом лучше работать, конечно, на низком уровне. Второй уровень. Да. Можно же манить вопрос? Да. Вот, если я правильно понимаю, то на самом деле, бенефит от всего этого, это в том, что, например, на любом железе, да, мы фактически разогнём эту чудесную операционную систему. Понятно, что тут железо написано, не знаю, интерпретатор или не интерпретатор, но, соответственно, да, который в некотором контексте, или она будет самодостаточной, я не знаю, это будет. Вот. Весь вопрос заключается в том, что, если я правильно понимаю, да, вот аналогии изъявы, которые здесь проводятся, у них все красиво на железе, только по только в том, что все виртуальные машины, на которых, соответственно, исполнение идет программ, и, собственно, почему такая безумная поддерживаемость, потому что это все сертифицируется самым, ни мало. Ну, то есть, грубо говоря, никогда на некотором специфическом железе не будет отработать, если сам не сертифицирует именно виртуал. Гарантий совместимости? Да, 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 да. Вот здесь есть какие-то, я не знаю, наметки, не наметки. То есть явно, что если ей нужно какое-нибудь железо, то, соответственно, нужно заранее уже продумывать, то как, то есть, будет окружение под него понимать. Вот молодой человек спрашивал про экраны, про объекты, я не знаю, отдающие информацию, естественно, о кардуаре, ну, в котором реально исполняется. Ну, в принципе, это вот то же самое легко. То есть, фактически, если какие-нибудь, я не знаю, получается, это чуть ли не составление пункта стандарта, что ли я не знаю. Да, да. То есть, стандартное выполнение должен включать себя обязательно стандарты писания железа через объекты. Если какое-то новое железо отправлять, ну, там, принципиально может, я не знаю, тогда будет создаться новый объект, который описывает функциональность своего железа. И система, которая исполняет эти пригодные программы пользователя, она должна гарантировать поддержку всех этих спецификаций, поддержку всех методов гипотеи и гумбляров типа описания реальной железы, вот, ну, либо какие-то факторы, которые должны быть, конечно. А описание примитивов, скажем, лабораторов присваивания но это такие банальные вещи, только этот вопрос стоит очень много. Для каждого оператора это особо формальное описание. Я даже, честно говоря, не думал, это основное как тест, афантизироваться или нет. Комплиенс тесты, как всегда. Это тест-сьют, который проходит в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. Можно еще? Можно еще? Вам дальше, что будет создавать организации, и в том числе и в том числе? Может, может стоить или в том числе и в том числе и в том числе и в том числе? Честно говоря, я тоже не думал, потому что, второе — это все я. Может, доступны к исходу, будет выбрана? Как мне кажется, описать. Вы знаете, можно я отчасти отвечу, потому что я чуть дальше продвинулся. На самом деле практика показывает, что это вообще не касается уровня объектной семантики, никак ее не затрагивает, и сам процесс переноса находится на уровне двоичных представлений маленьких кустов ассемблера и спецификации процесса. По большому счету семантика уровня исполнения не затрагивается вообще. Семантика уровня доступа к железу, скорее всего, там какие-то моменты будут на уровне возможностей, невозможностей. Но опять же, практика той же дела показывает, что очень-очень-очень немного таких вещей, которые реально начинают трогать прикладного программа, даже если делаешь вещи достаточно замороченные. Так что, скорее всего, в этой ситуации, если это open-source, то это вопрос к перекомпиляции на новом ядре, реализации некоторого low-level. Я про это детали просто рассказываю, даже с некоторыми примерами. И в целом, мне кажется, что проблемы у этой вот здесь нет. Вопросы о документации. Я эту систему разработал долго уже, и у меня была администрация, я готовился к администрации, но все равно что-то дезинфицировано. Так вот, практика показала, что работа по администрации превышает работу по собственному созданию этой системы. То есть, если мы пишем, допустим, две строчки кода на языке программирования, то задрогументировать их, ну, нам нужно много. Потому что, давайте, язык русский, да? Скажем, если... Хотите, вы знаете, удивите? В общем, он измельчен. ВНФ там существует для этого, да? Да, это, я думаю, компактно. То есть, работа по созданию документации, она может начать только тогда, когда все будет закончено. И эта работа намного больше, намного более объемная. Она более объемная, но мне кажется, что все-таки ее надо делать в процессе, в какой-то степени, потому что иначе это очень сложно. Здесь я попытаюсь оставаться. Простите, а почему главные механические преимущества объектнорегированного, потому что начинок кода, вот, ну, байт-кода? Почему программистам будут переходить в таком бизнесе программирования? На самом деле, и на самом деле, стоп архивектуры реального железа все-таки лучше больше, чем байт-кода. Просто эта система может быть, будет иметь какой-либо, как и личный интерес. А может быть? Это, кстати, спорно, на самом деле. Это, в прошлом представлении, вполне себе имеет право на жизнь и вполне себе можно обозначить плюсы. Я, опять же, если можно, пытаюсь ответить на этот вопрос по-другому. Значит, главная проблема, которая, значит, находится на уровне джита, это внятный анализ семантики и генерация кода с учетом того, что с программой будет происходить. И, кстати, один из моментов, где, опять же, вот, Ява умеет убеждать жестко-эстатически комплированный код, это умение перекомпилировать код по факту анализа его исполнения. Вот есть ощущение, я никак не могу его сейчас обосновать с фактами, что это представление даст кода-генератору, анализатору, некоторое большее представление о том, что я имею в виду разработчик и в какую сторону нужно стремиться, чтобы правильно это реализовать. Вот в силу этого такой подход может быть более ценным. Хотя, честно говоря, я тоже, на самом деле, не вижу катастрофических... Ну, то есть, когда рантазим, там уже больше информации. Чуть больше информации, да. Катастрофической разницы я тоже не вижу. Вы имеете в виду старую проблему умножить на NPMC? Нет. Так это делается тоже, это тоже реально сможет. Немного разница на нюансах. А когда получилось, что вы стали этим заниматься? Вот, Фантом-УС, где-то, 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 где-то вы имели. В отдельности совершенно стоит делать. Причем явно позже начали втик. Я плохо пиарил. На самом деле, мне кажется, что надо объединиться. Очень похоже. До смешного похожие вещи. Хотя я лично совершенно в этом месте не парился с вопросом Бойткуда. И то, что сейчас у меня реализован в вполне себе Бойтко, он с Явой не сдергивался. Но, де-факто, оказалось совершенно честно говоря, я даже не вспомнил, когда Ява тогда реализовывалась. Поэтому, когда я его сделал и сравнил, они оказались похожи на мелочи. Видимо, потому что сама 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 идея реализации диктует некоторые очевидные ходы. Ну, скажу, например, и в Яве, и в Фантоме есть отдельные объектные и интегер стеки для выполнения объектных операций и целочистных. А у меня язык лучше похож на C-Sharp. Это совершенно неплохо. То есть мне пришлось реализовать как на нашем уровне или всем? Это, собственно, причина, на самом деле. И вот если, как бы, потому что вы сделали, сделать ПХН для компиляции по фронтам, это означает, что у нас появится фронт-энд для языка близкого к США. С точки зрения практически применимости и переносимости кода это очень большая ценность. У меня где-то проходит для экрана? Может из-за того, что монитор второй подключен? Не знаю. Не будет. У тебя ровно не проходит. Устроена реализация. У тебя будет ровно. Попробуйте отключить. Там еще. В последнее время подключить к ГЦЦ. Противенок в ГЦЦ затанкил и его прокурсов. В известной степени это. Нет, мало того сказать. Сейчас в ГЦЦ существует внутри поддержка Ява. То есть ГЦЦ умеет явский фронт-энд и явский бэк-энд. И явский бэк-энд его понимают частности явские бэк-энд. Им его генерируем и в ронт-эме его умеют ищут. То есть, то, что там происходит, на самом деле, это просто вот ханалия, как обычно. Нет, ну, это на самом деле очень хорошо. И вот это вот, то, что сейчас делается компилятор с афигуратором на основе RLVM, это тоже очень хорошая решательная история. Потому что там у RLVM вообще хороший, независимый, низкоурованный код, можно использовать в качестве конкурсного RLVM. Ой, а вообще красивая машина теперь. Добро пожаловать в качество. Добро пожаловать в качество. Добро пожаловать в качество конкурса. Так, вот, скользко-наприложение организма. Это же вы, правильно? Вы поните немножко, правда? Поэтому можно. Вы знаете, почему оно не работает? Потому что вы, скорее всего, PS2 читаете с афигуратором, а в компьютере не включено совместимость или с PS2. И я должен заниматься некоторыми машинами. Это отличается приятно. Да. Это потому что в коему дефолтную афигуратор поездок. Так, ну, можно видеть, вот, например, на RLVM, на RLVM, на RLVM, на RLVM, на RLVM, на RLVM. Ну, то есть, просто так. Я сравнил с правильной системой, мне кажется, очень хорошо. Ничего, я малое время не буду в этом счет. Не загружусь, потому что я вернусь. Тогда нужно будет здесь, что-то как раз. Вắcомнение и на RLVM. Может быть, нужно обратить не так? Возможно. Так, не разнесся. Возможно, было. Ну, это видно, конечно. Возможно. Возможно, было. Возможно. все будет нормально, потому что объект на фоне Фантома это уже... Но Фантом не сильно дальше удалось. Прости, я с сыном. Еще и почти не завершается. Так, ну... У нас совсем мало времени осталось. Когда разрешим, тогда... Дайте вам сразу, где я буду. Что за процессор? В смысле, это... Тоже писем? А что? В процессорах? Наверное. Так. Ну вот, работа переменилась, спасибо. Ну, собственно, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ну вот, скажем так, продолжение, конечно. Я тоже уже работаю. Вы поните немножко, правда? В этом не могу. Вы знаете, почему она не работает? Потому что вы, скорее всего, PS2 читаете с клавиатуры, а в компьютере не включены совместимости MSB с PS2. Я думал, что это на машине. Это потому что в коему дефолтная клавиатура PS2? Да. Так, ну вот можно видеть. Вот тут пример наложения. Если двигать. Парашютные ситуации. Правда, не кажется? Я не знаю, что там рисуют. События остальные. Ну, то есть, в принципе, так. Я сравниваю систему, мне кажется, очень хорошо. Ничьи дуя малое время двигаются по этому черту. Когда мы загружимся, то что я не могу. Тогда нужно будет взять штуки. Так, мы разместим. Будем нажать. Будем нажать. Будем нажать. Будем нажать. Будем нажать. Насколько я понимаю, в вашей операционке нет никакого хитрого ноу-хау для темы памяти, скажем, с вопа. То есть, на фоне фантома, можно что-то сказать, выглядит нормально. Потому что объект, на фоне фантома того же, это уже не нравится. Но фантом не сильно больше тратится. Прости, а ценность еще и больше не завершается. Так, ну, у нас совсем мало времени осталось. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Дайте вам здравствуйте. 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 Что за процессор в этой жизни стоит? В смысле, это тоже PC? А что, процессор будет? Арм. 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 Спасибо. Спасибо.